так вадим ларкин отвечает шорс не поместится поэтому будет отдельное видео запад мог бы сделал бы уже он не на подъеме сейчас дело в том что про экономику россии говорим да про то что затухает со страшной силы тут запад практически не имеет никакого значения это аутоиммунное заболевание знаете есть такие ну то есть с к видом было то есть вас убивала не болезнь а то что вы пытались с ней бороться ваш организм то есть организм человека начинал воспринимать собственную клетки как угрозу и сам себя убивал то есть россия сейчас где происходит то же самое пометят я вчера буквально написал хобби афористика я вчера написал афоризм россия это когда между ножками буша в промежутке между ножками буша яйцами эрдоганна определяется кто будет получать хлебные карточки а кто спецпайки тут не дело в западе то есть это же не в первый раз уже происходит ножки буша это было в девяностых когда россию там спасали от голода поставкой еды из-за рубежа из америки в данном случае этих бройлеры понимаете в чем дело почему вот очереди за яйцами сейчас ну яйцами эрдогана да там эрдогана пытается эти есть в чем дело от пройдут представьте ситуацию попробую на пальцах просто объяснить почему неизбежно будет хлебные карточки там я не знаю изъятие валюты у населения ну то есть это уже было много раз в истории россии сейчас явно в том же направлении движется потому что решили россияне что на них нападает запад запад который за эти 33 триллиона дал там за днев за это все то есть решили что запад их захватывает это вот именно шизофрения автоиммунное заболевание иммунитета ну хорошо я сейчас объясню человек там выращивался курочку продавал себе яйца условные среднестатистически россияне там за 100 там рублей и продавал тут начинается там свого война там что угодно начались какие-то более серьезные задачи у государства этого человека дергают и тянут на то чтобы он либо воевал либо производил танки танк это человек производит то есть как бы получать за это огромные деньги вопросов нет но разница какая была раньше он производил там куриное яйцо выносил его на рынок продавал там получал себе деньги государство получал народа населения россии получала это яичко которые там калории от него получала все все было прекрасно сейчас что получается сейчас получается он пошел на завод яйца он не производит он производит танк он получает за это там не 100 рублей как за яйцо от 1000 рублей потому что там то подороже яйца продаж то есть он получает за 1000 рублей идет на рынок купить себе яйца пожрать яйцо он не произвел да то есть было какое-то количество людей которая занималась тем что производила там яйца но это условно там велосипеды там я не знаю телефоны до мастерова там не важно теперь эти люди задействованы на производстве продукции которая не улучшает благосостояние уровень жизни не повышает понимаете наличие у вас 10 танков не улучшит ваши условия жизни раньше вы производили велосипеды яйца куриц там я не знаю дома строили сейчас вы строите танки которые получаете за это огромный день и этот танк загорает китренифене и как-то не особо видно перспективу что вы на этом танке захватите все до ла-манша и будете сосать ресурсы блин из португалии правда же да авдеевка какой там десятый год берется у вас берете в авдеевке я бы даже так сказал что получается этот человек хочет все равно жрать надо будет тысяча рублей там на на руках он богатым человеком себе чувствует приходит на рынок яиц нет но потому что в них не произвел их никто они все танки сейчас делают он хочет купить этот яйцо там у эрдогана да чем часа занимается но тут тоже какой нюанс получается то есть морду гана эти там стоят что там у них то я не знаю что не хрупкие шекель что там в этом лиры блин этой турции то есть он хочет это купить это яйцо но для этого ему надо дать этому либо доллары либо эти лиры я не знаю что там в турции вообще не был никогда в турции но для этого тебя они должны быть то есть ты должен продать там что-то нефти раньше продавала россия нефти нормально себя чувствовала в этом году был 65 по моему доллар или 55 за за доллар рублей давали но сейчас и многие люди которые добывали нефть и продавали нефть они тоже строят танки и этой нефти меньше а тут еще запад ну как бы говорит ребят слышите мы триллионами отваливаем бабки за нефть а вы на это дело блин нашу убиваете там украинцев там захватываете родан мы как бы не особо от этого в восторге не то что мы там хотим чтобы вы перестали эту нефть добывать нам не надо чтобы она по 1000 долларов за баррель стоило но вы как-то давать это 60 долларов и будете с барреля получать остальное все как-то на благотрудящихся пойдет и то есть опять же получали там допустим 430 миллиардов в год россия от экспорта нефти не нефти всего основного сейчас будет меньше получать то есть и даже этих яиц не можешь купить у тебя это яйцо с которая стоила 100 рублей она сейчас чтобы эрдоган его купить она будет стоить 200 рублей понимаете как раз зацикленность получается то есть денег вроде больше за танки вам платят много но на эти танки денежные деньги от танков вы не можете себе купить реальный продукт в стране его не производят производит его за рубежом но чтобы купить его за рубежом вам нужна валюта чтобы вам было валюта вы должны что-то продавать за рубеж танки у вас не покупают не покупают танки особенно после того как они показали себя на поле боя здесь в украине что их там на последнем авиашоу ли что там было ни одного контракта не было заключено насколько я знаю с россиянами потому что показалось великолепное российское вооружение как полнейших говно особенно на воне фоне хаймерс автомата камса вот часы в 16 мы ждем очень сильно ждем когда придет ему вас тут блин в чернозем будем превращать в дальнейшем спасибо нашим западным партнером что помогают отстоять украину поэтому неизбежно вы когда у вас ну иммунная система вашей страны патриотизм ваш он обернулся против вас же самих он воспринял то что вам давала золотые гор это вот этот когда путин пришел к власти пароль стоил он девяносто девятом году до пришел премьером стал баррель нефти стоил 9 долларов за бочку нефти давали а при путине этот баррель доллар в нефти в одно время стоил под 150 146 по моему доллара это в десятки в десятки раз то есть ничего не увеличивая количество скважин не увеличивая ничего вы просто в десятки раз больше получаете из того что уже там при союзе он добывалось то есть и вы почему-то решили что это какой-то захват понимаете захват россии что вам там дают эти доллары вы там развращайтесь в этом в европейцев превращаетесь и вы начали с этим бороться ну это аутоиммунное заболевание понимаете иммунная система вашей страны начала бороться против вас самих же и поэтому неизбежно вы будете с карточками вы будете а потом валюта понадобится вы понимаете что валюта же нужно не только на то чтобы яйца покупать но чтобы тепловизор и блин и дальномеры французские покупать на танки ваши российские которые вы не делаете сами но вы недостаточно квалифицированы россия это все-таки т-34 и лапти с березовым соком вы производите сами только березовый сок остальное все даже те курочки яйца там голландские несушки там еще что такое все равно все проходится то есть валюта нужна не только для курочек но даже чтобы купить там подсанкционные тепловизоры эти через третьи пятые руки через там северную корею там не знаю киргизстан не знак там много таких ребята готов заработать на чужом горе украинцам то есть вам для этого все равно нужна валюта и поэтому рано или поздно и это там не знаю год-два вопрос времени не знаю может несколько месяцев на самом деле там о цены нефти зависит как она будет там расти падать то есть придется как и раньше уже было дело изымать валюту у населения то есть появятся какие-то березки но не в смысле уже березового сока как в советском союзе из магазинов которые вы можете прийти за валюту что-то купить там пожрать себе нормального не вот этого блин березовый сок с мякотью а что-то вменяемое с калориями появятся облигации государственные как советском союзе полом при стали не были вы хотели вы скучаете по сталина все будет ребята вы там уже недалеко то есть вам будут обязывать скажут еще не патриоты не хочешь купить облигации государственного займа не хочешь родине помочь отдавай там пятую часть зарплату десятую часть зарплаты там облигации а не хочешь давай на соловки на гулах там это не шутки это уже так было и так будет но это если там этот строй еще протянет какое-то время а я искренне надеюсь понятно что для украины тяжело воевать погибать там и тяжко я правда понимаю как холодным умом то что чем дольше это будет продолжаться тем больше владимир владеевич продержится при власти чем больше россия просуществует в таком состоянии тем большую задницу блин она будет загнана и нам украине европе миру очень долго не будет не о чем беспокоиться это будет стадо лаптеногих блин нафиг за каким-то даже не за забором потому что но это будет что-то такое это ужасная будет 90 покажут сарае потому что в 90 все таки еще были какие-то квалифицированные советские специалисты которые ну в советский союз второй страной мира был она правда государством мира да но сейчас в общем так что будет изъятие золота потом будет изъятие валюты будет карточки будут на хлеб сейчас еще раз говорю россия вчерашнему афоризм очень удачный получился девушка просто в комментариях написала что величие россии всегда заканчивается продуктовыми карточками на основе этого ее комментария у меня же на ютубе да максим гостенко то есть я написал что а в такой афоризм россия это когда в промежутками между ножками буша яйцами эрдегана определяется кто будет получать хлебные карточки кто сухпайки вертуха и нквд шники чекисты будут получать сухпайки остальные будут получать хлебные карточки это неизбежно ребятки